МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рабочая группа с участием отечественных ученых, радиологов, онкологов и астрофизиков пришла к заключению, что перевод стрелок на один час назад на территории 12 регионов страны положительно скажется на здоровье казахстанцев, потому что биоритмы напрямую влияют на выработку гормонов, функционирование иммунной системы и даже на борьбу с раком. В межведомственной группе участвовали институт онкологии и радиологии. У них есть конкретные исследования по онкологии. Вчера мы встречались с населением Восточно-Казахстанской области, и все, которые были против людей, но они изменили свое мнение после нашей встречи. Есть гормон мелатонин в организме. Он именно модулятор и все, ну можно сказать, дирижет всех остальных гормонов. Плюс к этому он еще гормон, который уничтожает раковые клетки. Это медицина доказана. Ни онкология, ни радиология подтвердила, что нужно упорядочить время в соответствии с природными ритмами. То есть это вопрос часовых поясов. Не столько вопрос наших желаний, а вопрос науки. На основании заключения экспертов в правительстве подготовили проект постановления, который сейчас находится на общественном обсуждении. Если население поддержит, то уже в следующем году, в ночь с 29 февраля на 1 марта, в 12 регионах, а также в Астане, Алматы и Шымкенте, стрелки часов переведут на час назад. В Жамбылской области спасатели пришли на помощь девушке, застрявшей на трассе с телом покойной родственницы. В целом за последние два дня погода устроила испытания тысячам казахстанцев. Все спасательные операции завершились благополучно. О помощи в условиях непогоды в материале Айгири Муздубаевой. В Жамбылской области объявлен режим чрезвычайной ситуации. Резкое похолодание, метель и плохая видимость. Из-за сильного ветра в Шустском районе оборваны линии электропередачи и повалены столбы. Без электричества остались почти 9 тысяч домов в 32 населенных пунктах. Электрики уже устраняют последствия непогоды. Создан оперативный штаб. По сообщениям Акимата, за сутки на заснеженных трассах спасли около 2,5 тысяч человек. Сообща работают не только Акимат и МЧС, но и полицейские совместно с представителями Министерства обороны страны. И днем, и ночью. За прошедшую ночь силами и средствами воинских частей гвардейского гарнизона с автомобильных дорог эвакуировано более 230 человек. Для поиска эвакуации пострадавших выделена военная техника в количестве 14 единиц. Из-за обильного снегопада задерживаются 11 поездов. В каждом из них по 500-700 человек. Решением проблемы уже занимаются в Казахстан Семиржола за два дня. С железнодорожных путей в Жамбулской области убрали 11 тысяч кубометров снега. Получается, вместо того, чтобы чистить дороги от снега, сотрудники коммунальных служб вынуждены заниматься спасением людей. Отмечу, дорога от населенного пункта Аспара до Отара в Жамбулской области полностью закрыта. По данным МЧС, за два дня на автодорогах страны спасли более 5000 человек, в том числе 275 детей. Пункты обогрева развернуты в каждом регионе. Напомню, в числе спасенных были десятки иностранцев. Сегодня стало известно, что на трассе Алматы-Бишкек застряли около 150 машин. На помощь казахстанским выехали и кыргызские спасатели. Это трасса республиканского значения Алматы-Ташкент-Термес. Среди 200 человек, получивших помощь, есть и водители большегрузных автомобилей, в том числе около 30 граждан соседних стран. Полицейские Туркестанской области обеспечили застрявших в дороге путников горячим питанием. И вот так выражают им свою признательность и благодарность водители автобусов. Хорошая новость из Жамбылской области. Девушку, застрявшую на трассе с телом покойной родственницы, спасли. Напомню, это видео в социальных сетях появилось вчера. Автор утверждала, что везла тело родственницы из Кунаева, чтобы похоронить в Шимкенте. Из-за непогоды их минивэн застрял посреди степи. Спасли девушку еще вчера, под вечер. По данным синоптиков, повышение температуры воздуха будет постепенным. В столице Казахстана его уже ощутили. На западе в праздничные выходные максимум 10 градусов ниже нуля. На западе, севере и в центре страны в среднем от 5 до 15 градусов со знаком минус. И только на востоке морозы еще сохранятся и кое-где столбики термометров покажут минус 35. Но погода у нас в Казахстане непредсказуемая, поэтому не игнорируйте сообщение от номера 112. Айгири Муздебаева, Имамбек Нургали, Астана, Первый канал, Евразия. К событиям в мире ЧП в метро Пекина. Разъединились вагоны поезда, пострадали более 30 человек. К счастью, никто не погиб. На место происшествия оперативно прибыли спасатели и медики. Всех пострадавших отправили в больницу. Ведется расследование. Причины аварии выясняются. О том, что еще важного и интересного произошло сегодня в мире, расскажем в нашем традиционном международном обзоре. В горах Франции нашли мальчика, пропавшего 6 лет назад. Его зовут Алекс, он из Великобритании. Пропал в Испании в 2017 году во время путешествия с мамой и дедушкой. Сейчас Алекс Алексу уже 17 лет. По его словам, все это время он жил в фургонах и палатках в духовной общине, а затем сбежал. Его во французской деревне подобрал водитель грузовика и передал полицейским. Родные Алекса едва не потеряли надежду и сейчас, конечно, с нетерпением ждут встречи. 30 раз выросла заболеваемость корью в Европе. Бессрочных мер. Эта тенденция сохранится, предупреждают во всемирной организации здравоохранения. Болезнь поражает людей любого возраста. Наибольшему риску тяжелых осложнений от кори подвержены непривитые дети до 3 лет и беременные женщины. Такой подъем заболеваемости связан со снижением охвата вакцинации на фоне пандемии, уверен ВОЗ. В Великобритании начали расследование в отношении ТикТок. Британские медиарегуляторы подозревают, что сервис предоставил неточную статистику о родительском контроле. А эта функция позволяет взрослым связывать свои аккаунты с аккаунтами детей, чтобы контролировать настройки, например, ограничения времени. ТикТок же возложил вино на технические проблемы и пообещала медиарегулятору предоставить новую информацию. А также в компании отметили, что ограничил регистрацию пользователей младше 13 лет. К событиям в нашей стране. На МКС планируют отправить казахстанского космонавта. Этот вопрос сейчас совместно обсуждают Казахстан и Россия. Как рассказал сегодня министр цифрового развития инноваций и аэрокосмической промышленности, сроки полета будут выбраны после того, как научные институты определятся с программой. Мы не можем отправить космонавта для того, чтобы просто он там побыл. Для этого нужна соответствующая научная программа. Будет выбираться подходящий под эту научную программу космонавт. Подводя итоги года, министр также рассказал, что в Астане и Алматы заработал новый сервис Айхалам. Он позволит исключить беготню с переоформлением в коммунальных службах при приобретении нового жилья. После регистрации квартиры новоселам будет приходить СМС, с помощью которой можно будет оформить все договоры онлайн. Также в стране усилили защиту персональных данных. Если вдруг произойдет их утечка, то казахстанцам сразу придет сообщение через ЕГОВ или с номера 1414. Кроме того, любой житель страны теперь может запретить обработку данных в личном кабинете электронного правительства. В ведомстве сегодня также рассказали об обеспечении качественным интернетом. С начала года доступ к сети получили около 250 аулов. Жители еще полутора тысяч сел почувствовали значительное улучшение качества связи. Мы планомерно ведем работу и к 27 году по поручению президента будет этот вопрос полностью закрыт. То есть во всех сельских населенных пунктах свыше 50 жителей мы будем предоставлять качественный интернет и доведем оптические линии. Кроме того, до конца марта следующего года 2000 школ в самых отдаленных районах страны будут обеспечены высокоскорастным интернетом от компании Starlink. Касымжумар Токаев посетил столичную школу-гимназию. Особенность ее в том, что построили здания на деньги, изъятые у коррупционеров. Строительство объекта позволило разгрузить другие школы. Сейчас в гимназии обучаются полторы тысячи детей. Современное учебное заведение построено по последнему слову техники, а в программу обучения наряду с английским входят французский и китайский языки. Помимо этого есть множество разнообразных кружков, в числе которых цирковое и гончарное искусство, балет и робототехника. Мы это побеждать на соревнованиях. Мы будем поддерживать в конце концов не всем же быть юристами, дипломатами, полицейскими. Это очень перспективное управление. Я поддерживаю вас в будущем за робототехниками, за высокими технологиями, за искусственным интеллектом. Побывал президент сегодня и на других важных объектах Астаны, в том числе на ведущих предприятиях индустриального парка столицы. В промышленной зоне производят практически все, что нужно для развития столицы. А самое главное, все эти проекты имеют инвестиционный потенциал. А это не только привлечение денег, но и новые рабочие места. В течение пяти лет Акиматом Астаны запланировано строительство 15 государственных и частных больниц. Об этом президенту рассказали уже в новой поликлинике, которую он тоже посетил сегодня. По своей сути, это уникальный объект. Здесь создается маммологический центр, где пациентки смогут пройти комплексную диагностику и лечение заболеваний молочной железы. А в завершении рабочей поездки Касамжумар Токаев уделил время спорту. Президент побывал в центре настольного тенниса, который сам занимается уже много лет. Глава государства поручил открыть теннисные залы в каждом областном центре, чтобы люди могли заниматься спортом. Социально значимые продукты не подорожали. Стоимость 19 наиболее потребляемых товаров за прошедшую неделю осталась без изменений, сообщили в Минторговле. Что же касается новогодней корзины, в которую вошли 37 номинований продуктов, в том числе мандарины, шампанское и молоко, то на них прибавка в цене варьируется в рамках инфляционных 10%. Чтобы сохранить праздничное настроение казахстанцев, правительство провело работу с владельцами крупных торговых точек. Очень важно, чтобы мы сами с вами вот этими спонтанными иногда покупками не создавали. А с нашей стороны, как министерство, мы с торговыми сетями и с субъектами торговли говорим о том, что нормально, нормально, это проводить акции, снижать цены. Мы заключили меморандумы с торговыми сетями, с производителями, чтобы они на этом фоне не подхлёстывали. Вот, значит, настроение потребительское закупить тридесятка яиц, четыре десятка яиц на последние два дня уходящего года. Мы как раз эксперты. В Министерстве торговли и интеграции заверили граждан, что резких скачков цен на куриное яйцо не будет. В Казахстане его производят даже больше, чем потребляет внутренний рынок. Долой десятки килограммов. Казахстанский тренер Айтым Жакупов помогает людям с лишним весом сбросить его, причем совершенно бесплатно. Взамен от своих подопечных он требует лишь полной отдачи. С подробностями Жанель Кайнедзен. Помогать, трансформироваться целой группе людей, становиться популярным Айтым не планировал. Говорит, все получилось случайно, когда он обратил внимание на своего знакомого с лишним весом. Я просто захотел помочь человеку и предложил ему, скажем так, наставничество в направлении тренера на целый год полностью бесплатно. Но не просто тренеры, мы прошли полное медицинское обследование, мы посмотрели его органы и так далее, какие мы нагрузки можем ему давать. И начали работать. Спустя несколько недель появились первые результаты. О них тренер рассказал в социальных сетях. И уже после ему начали писать люди с аналогичной проблемой. Сейчас у Айтыма в команде 8 подопечных и самые большие успехи у Руслана. За 5 месяцев он сбросил 55 килограммов. И это учитывая то, что в его жизни целых 20 лет не было никакой физической активности. Во-первых, был малоподвижный образ жизни. Машина постоянно, за рулем. И работа связана такая, что особо физических труда не было. Стресс опять же. Сейчас у меня цель еще одна – это сбросить еще 100 килограмм, создать семью, ну и жить полноценной жизнью. У ребят выстроенный график, с ними занимаются психологи. Каждый из них проходит медицинское обследование и питается исключительно по режиму. Каждый день по две тренировки утром и вечером. Но никаких колоссальных нагрузок. Айтым говорит, что дает элементарные упражнения. Нужна лишь дисциплина, порядок в голове и умение ждать. Потому что желанные цифры на весах появляются не сразу. Минимум год. Многие там говорят, что за 2-3 месяца можно скинуть. Многие говорят, да, понятно, что можно сделать операцию, там, ушить желудок, убрать лишний вес. Но самое важное, что вот здесь они не поменяются. Это основная проблема, над которой нужно работать. Если нет психологического правильного сопровождения у людей, год максимум 2 человек срывается. И тогда вес просто Х2. Избавиться не только от лишнего веса, но и лишних мыслей. Завести семью и начать новую яркую жизнь. Эти цели объединяют ребят и вдохновляют. Айти вместе с поддержкой намного легче. Уверены члены команды. Светлана Пенькова, Жанель Кайниден и Айджанут Исбаев. Астана. Первый канал Евразия. Прохожий помог пострадавшему при взрыве в Донерной. Больше деталей о ЧП в Кустанай знает моя коллега Мария Парфенова. Здравствуйте. Горел ларек общепита. По словам очевидцев, до приезда пожарных взорвались два газовых баллона. Сильно пострадал работник. Вот здесь стоял, то есть рядом находился. Сразу лег. Видимо, парень выбежал. Я услышал через забор, что он кричит. Ну, помощь просит. Я перелез через забор. Парень обгорешивший был. Взял его на руки. Ребята пока сломали забор. Потащил его вот сюда. Мужчину госпитализировали. Он получил 75% ожога тела. Как отметили спасатели, до взрыва в ларьке была и сестра пострадавшего. Она получила ожог ног. Ей психологи оказали помощь, а затем направили в больницу. А в Алматинской области чудом предотвратили мощный взрыв. Пожар вспыхнул на автозаправке в селе Щелек. Горели операторская и цистерны. Эти кадры сняли очевидцы. Образовался огромный огненный столб. На место экстренно выехали спасатели. Пожарники не могут потушить. Ужасный ветер. Меньше чем за час пожарные смогли сбить пламя и отстоять емкости с горючим. К счастью, огонь не успел перекинуться на рядом стоявшую газозаправочную станцию, мини-маркет и жилой сектор. Без пострадавших не обошлось. Водитель бензовоза получил ожоги. Средней степени тяжести. Но от госпитализации отказался. Причины возгорания ищут сотрудники дознания и пожарной лаборатории. Яндекс.Такси привлекли к административной ответственности. Агентство по защите и развитию конкуренции завершило антимонопольное расследование в отношении агрегатора такси и выявило нарушение. Итог таков. Компания добровольно внесла 3 миллиарда тенге в государственный фонд поддержки цифровой экосистемы Казахстана. Последовали за этим и другие меры. Во-первых, для водителей отменят комиссию, если заказ превышает двукратную базовую стоимость поездки. Планируется введение поправок, согласно которым таксисты будут напрямую работать через приложение без таксопарков, которые взимают комиссию от 4 до 8%. Во-вторых, цены на тарифы станут прозрачными с обоснованиями их повышения и прогнозом. За выполнением всех условий будет следить специальная мониторинговая группа. Они всегда на страже порядка и часто рискуют жизнью, приходя на помощь в самых трудных ситуациях. В Астане определили лучшего участкового. Им по итогам конкурса стал Оскар Попышев. Храбрый полицейский в этом году спас детей от падения с девятого этажа. Но это не единственный отважный поступок на его счету за несколько лет работы инспектором. Правоохранитель за эти годы показал себя как ответственный профессионал своего дела. Аким Горда, Женис Касымбек, вручил ему благодарственное письмо, а еще сертификат на солидную сумму. Такое была эта неделя в стране. Маша, спасибо. Я продолжу главные новости. События, комментарии, анализ, прогнозы, герои и антигерои уходящей недели. Команда программы «Аналитика» готовит к эфиру очередной выпуск. Все подробности в это воскресенье в 20.00. На этой неделе в программе «Аналитика» тысячи спасенных. За неделю капризы природы испытали на прочность жителей и спасателей практически всех регионов Казахстана. Трасса Шимкент, Алмата. Получается уже третьи сутки. Вместо десятка коттеджей комплекс многоэтажек. Как хаотичная застройка в разрез с начальным планом, сказывается на потоке машин. Реальный рост численности населения опрокинул эти прогнозы. Поэтому, значит, все полетело. Ожирение. Актуально для казахстанца вопрос или нет? Часто ли встречается? И насколько помолодел перебор веса в последнее время? Мы вместе стали снижать вес. Мой сын скинул 10 килограмм, я 55 килограмм. Смотрите в это воскресенье в 20.00. В Казахстане немало людей дают своими детям необычные имена. Но в нашей стране живет только один человек с именем Тавиль Сыздык. Это 12-летний школьник из области ЖТСУ. В преддверии Дня Независимости он снова принимает поздравления. Ведь история его имени напрямую связана с этой датой. О том, как живет единственный в стране Тавиль Сыздык, расскажет Айгуль Мухаммедова. Дома мы называем сына Тимош. В ауле, в школе. Все его друзья так называют. Так ласково обращаются к школьнику с именем Тавиль Сыздык. Вместе с родителями, сестренкой и братишкой он живет в селе Коктал Панфиловского района. Необычное имя 12 лет назад ему дал папа. Говорит, мальчик был первым и долгожданным ребенком в семье. А в тот год в Казахстане отмечали 20-летие обретения независимости. Все спрашивали, почему так назвал сына. После обретения независимости мы действительно стали жить лучше. Для нас всех это большое событие. Я очень люблю свою родину. Рождение сына совпало с 20-летием независимости. Я назвал первого сына исключительно с тем посылом, что когда-то и он внесет свой вклад в развитие нашей страны, будет достойным гражданином. Мы стараемся дать ему правильное воспитание. Тавиль Сыздык учится в седьмом классе. Учителя говорят, он полностью оправдывает свое громкое имя. В классе мальчик старосты и правая рука классного руководителя. Занимается спортом, любит математику и казахский язык. Но самое главное, что на него можно всегда положиться, говорят педагоги. С пятого класса я классный руководитель у Тавиль Сыздыка. Он очень ответственный мальчик, умный. И имя полностью ему подходит. У него, что говорится, свой взгляд на любые вещи. Это заметно по его сочинениям, его мыслям. С него и дети берут пример. Сам Тавиль Сыздык понимает, что имя накладывает на него большую ответственность. Поэтому старается во всем быть примером для сверстников. Мне очень нравится мое имя, потому что в мире нигде ни у кого его нет. Конечно, многие переспрашивают, почему такое сложное имя. Но я им все объясняю. Горжусь, что папа меня так назвал. Хочу поздравить всех казахстанцев с праздником. Желаю всем здоровья и спасибо нашим предкам за нашу независимость. В преддверии большого праздника Дня Независимости в родной школе мальчика наградил Аким Панвиловского района. Тавиль Сыздыку вручили смартфон, о котором он уже давно мечтал. Сейчас Тавиль Сыздыку всего 12, но он уже заглядывает в будущее и мечтает стать юристом. Говорит, любит справедливости во всем. Пока же Тавиль Сыздык помощник по дому маме, по хозяйству папе. А особую любовь он питает к верховой езде. Поэтому еще одна сфера, с которой хочет связать свою жизнь – каскадерство. Впрочем, самая главная цель мальчика – принести как можно больше пользы родной независимой стране. Айгуль Мухамбетова, Давлет Куршеев, область ЖТСУ, Первый канал Евразия. В Астане разыграли новый автомобиль Chevrolet Onyx. Владельцем современной экономичной машины стал один из клиентов дилерского центра. К слову, всего в розыгрыше участвовали более 1700 жителей столицы. Для ожидавших итогов конкурса компания устроила праздничный вечер с угощениями и шоу-программой. Подробности расскажет Ильяс Рамазанов. Марка Chevrolet знакома каждому жителю нашей страны и в представлении не нуждается. Первый дилерский центр Allure распахнул свои двери в Казахстане 20 лет назад. Они являются официальными дистрибьюторами бренда. Розыгрыш нового Chevrolet Onyx приурочен к этому событию. При этом компания продолжает наращивать клиентскую базу, открывая новые точки продаж. Сейчас столица активно развивается, она растет. И открыв новый дилерский центр здесь на правом берегу, на трассе Астана-Караганда, мы стали доступнее и удобнее для клиентов. Так же сложилось, что люди привыкли постоянно ездить на левый берег. Мы пытаемся радиус своей деятельности расширить. Популярность автомобилей бренда Chevrolet объяснима легко. Машины надежны, практичны, отвечают всем запросам городских жителей и, самое главное, недорогие. Поэтому они зачастую и становятся выбором в семье каждого казахстанца. У меня есть Chevrolet. У нас два Chevrolet. Один я себе в прошлом году приобретал, второй в этом году я и приобрел. Нормально. Хорошая машина? Очень хорошая машина, практичная. Соответствует своей цене. А для участия в розыгрыше нужно было приобрести любой автомобиль Chevrolet с 14 августа по 13 декабря этого года в дилерских центрах Allure. Результаты огласили в праздничной обстановке. Помимо машины участникам вручали подарки в виде сертификатов на бесплатное техобслуживание, комплекты шин и другие памятные призы. Шоу-программа плавно перешла к подведению итогов интригующего конкурса. Мы вас поздравляем. Вы стали владельцем нового Chevrolet Onyx. Вот он стоит. Он ждет вас. Покажите ваши эмоции. Вы в прямом эфире смотрите. Вы у нас на экране и вас видят абсолютно все. Поэтому мы ждем ваши эмоции. Поздравляем! Chevrolet Onyx в Казахстане презентовали в начале этого года. В официальных дилерских центрах цены на него начинаются от 7 миллионов тенге. Представители компании отмечают, что это лучший автомобиль в своем сегменте. Ведь он совмещает в себе все необходимые современному автолюбителю качества. Ильяс Рамазанов, Дастан Алишев, Астана, Первый канал Евразия. Сразу после выпуска новостей не пропустите программу Парламент Онлайн с Олибеком Разабаевым. А далее вас ждет капитал шоу Поле чудес. Приятного просмотра. Это были главные новости на Первом канале Евразия. Хороших выходных. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok